Даже хитро-мудро, миллионы лет, тысячи лет, понимаете? Всё для чего-то. Есть санитары, там, волк, ворон, да? Есть твари, которые страх должны наводить, там, львы, крокодилы. А есть люди, которые в страхе должны веселить праздник. Вот это очень благодарная профессия, я считаю. Телефон, да? Я хочу сказать, я заранее, я не обижусь, если время от времени меня будут озвучивать ваши мобильные трели. Я к этому абсолютно готов. Обычно открываю первый секрет, я в таких случаях читаю одностишие, не одностишие, а двустишие такое. Уже почти мне в шапку опустили, но тут не кстати зазвонил мобильный. Как говорится, не настолько я продвинут, чтобы взять вот так и вынуть. Это я о мобильной связи. Я, кстати, придумал новый тариф недавно, к слову, чтобы закончить с этой темой. Тариф безответный. Платит только любящий. Ну так вот, я вообще, если начинать выступление правильно, по законам телевизионным, а все, что с нами в жизни происходит, идет как бы в режиме прямого эфира, поэтому у разнополых бывает повод вспомнить мое одностишее такое. Вернулся муж, а мы в прямом эфире. Так вот, если бы мне предшествовать должна была реклама, я паузу уже сам мог бы запомнить. Она звучала бы так передо мной. Ка-щен-ка. Сумасшедшие скидки. А после этого можно было читать все, что угодно, что я и сделаю. Начало моего выступления должно быть мужским. Мужским, как ни у кого. Мужское начало. Начало выступления. Щека над бровьем очки, вновь щека. Начать тебя позволить далека. А все же хорошо, что я мужчина. А то меня колола бы щетина. А вот деловое начало в форме зачина. Как в одном из недальних лесов Между делом с недальним прицелом Юридическое лицо Повстречалось с физическим телом. Ну вообще, я все стихи так получил, с прошлого века написал. Писал я в основном о любви. Примерно вот так. Иду с прекрасной дамою В лучах большого дня И грабли те же самые Приветствуют меня. Или вот о главном. У меня есть галстук, это стихотворение надо с галстуком читать. О главном я не умолчу. Мне на это хватит смелости. Да, я хочу тебя, хочу. Ну знаешь, меньше, чем хотелось бы. Или вот давнее такое стихотворение о профориентации. Палач не знает розыгры. Но все же, черт возьми, работа-то на воздухе, работа-то с людьми. Ну лучше о любви, конечно, о любви. Тем более здесь и сейчас. Всегда бываю не в себе, Когда бываю не в тебе. Я просто невменяемый, когда я не в тебя ему. Я ведь все стихи все-таки на нервной почве пишу, на отечественной. Поэтому даже о временах года можно высказаться вот так, по-российски. О, как морозно в январе, Когда удобство во дворе. Или с муниципальным прищуром. Снег пошел, но в процессе и сяк. Потому что вот все у нас так. А вот про весну у меня оптимистическое одностишье. Хотя не знаю, как вам покажется. Вот на ваше усмотрение. Весна, одна строка. Печален вид от брошенных коньков. По-моему, оптимистический. Ну вы можете на летний лад переделать от брошенных сандалей. Дорогие друзья. О, телефон, да? Я обещал отреагировать, тогда реагирую. Любовную связь я предпочту мобильный. О, как же хорошо от всех уйти И доказать, сколь нежный я и сильный Вне зоны действия сети. Дорогие друзья, спасибо за интеллектуальное партнерство. Четыре строчки уже с вашим участием. Нет, я не вижу в этом смысла, Чтобы не смеяться и не мыться. И тот, кто на ночь, глядя, бреется На что-то все-таки. Спасибо. Слушайте, Ну молодежь пошла, это же ужас. Мир перевернулся. Мужики серьги нацепили. Девки курят в затях, как лошади раненые. Одно слово, придурки. И музыка у них придурочная. Он, Сенька, оглоблен. Так не расстается со своей системой долби. Так и ходит целые дни, обдолбанный. А уж, коли врубят на всю катушку, В соседней деревне ежики вешаются. Там бабка живет, Хакамадовна. Уже выучила весь репердуар, Хочи глухая с рождения. Ночью чуть деда не довела до инфаркта. Обняла во сне и спела. Здравствуй, я твоя мышка. Ой, Сенька тут на неделю ездил к этим недоразвитым, к японцам. Валька, сестра и водная, говорит, куртку мне привезешь на этой вот, на ширинке этой. А он же по-японски только одно слово знает. Да, сэс фантастиш? Ну, решил на себе покажу, что там. Бжик-бжик. Поймут. Бжик-бжик. Приезжает придурок этот. Привозит какую коробку. Валька открывает. Набор ножей для харакири. Зря на себе показывал, зря. Харакири, не харакири, но Валька-то ему по харе гири двинула. Громотею эту. К слову, а неграмотно какая молодежь пошла, а? Он пошла. Светка, красопеда. Вся из себя. Губы зеленкой намазала. Юбка до попа. Но модель, модель. 90-60-90. Все ищет приключений на последние 90. Так вот муж ее, Гришка. 25 ему, да. В прошлом годе школу закончил. Самовыродок. Одна пятерка была, правда, в аттестате. И ту мать положила на Курева. Слушайте, писал выпускное сочинение, уложился в два предложения. Первое. В качестве эпиграфа пишет, хотелось бы вспомнить слова Диогена. И второе. Хотелось бы вспомнить, но не могу. Взяли в клуб, кино крутит. Если спросят, кем работает, говорит, кинологом. Привез же тут на медне из города детектив про то, как детвора над мужиком издевалась. Называется «Усатый няня». Ну, афишу намалевал, повесил. Так написал «Усатый» с Думи АЭС. Слушайте, клуб штурмом брали? У нас этот его няня по сборам «Титаника» обогнал. Ой, а шуточки их не. Да бабы Зин и внук приезжал из города, Алёшка. Решили с ребятами встречу обмыть. Но я понимаю, мужикам восемь лет. Выпить хочется. Но не в люке же. А как раз по дороге шли баба Нюра с бабой Агафьей. Когда это чучело вылазит. Пьяный, грязный и неместный. И шо кричит им? Девчонки! Девчонки, понятное дело, замерли. Их уже в прошлом веке так никто не называл. Те девчонки шо Котовского стригли. Лёшке бы угомониться. Нет, шутит дальше, жванецкий хренов. Девчонки, а война уже кончилась. Агафья и до этого-то заикалась. А нынче так вообще только одну букву и выговаривает. Твёрдый знак. А Нюрка ничего не помнит с тех пор. Как говорится, обделалась лёгким испугом. Ну так шо с них вырастет? Одно слово. Придурки. С устрою историю человек стремился к звёздам. Ну то есть к деньгам. Поэтому деньги зарабатывают, заколачивают, зашибают, косят, грибут лопатой, выбивают, выколачивают, отталживают, отстёгивают, достают из широких штаней, бросают на ветер, рвут на лету, засовывают заливчики и элементарно крадут. А также приходуют, выкладывают, расходуют, кладывают, вбухивают, преследуют, пробивают, прожигают, просаживают, продувают, отламывают. И, конечно, проигрывают. Там дали за рекой догорали огни, казино закрывалось рассветом, и крутой молодой вдруг поник головой. Он без бабок остался при этом. А бабочки крылышками бяк-бяк-бяк-бяк, а за ними девочки прыг-прыг-прыг-прыг, они эти денежки шмяк-шмяк-шмяк-шмяк, ням-ням-ням-ням, да и шлык-шлык-шлык-шлык. Суду деньги, 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 суду деньги и детвора, а без денег жизнь плохая, не годится ни вообще. Сегодня это понимают все, даже малыши. Это кто-то на портрете в рамке зелени густой. Это детки, доллар светит и великый, и простой. Так почему же для меня так дорог и любим? Потому что нельзя, потому что нельзя, потому что нельзя быть на свете красивым таким. Так денег не хватает, надо крутиться, мы крутимся. Молодежь рвет на себе подметки. Курить? На это нет времени. Тут шприц помыть некогда. Самые простые крадут и относят до рынок. А вот и он, вещевой-вищевой и горюче-смазочный рынок. Здесь птицы не поют, деревья не растут, И только мы плечом к плечу врастаем землю тут. Нас ждет налог светильный, Но все ж бессилен он. Сомненья прочь уходит в ночь отдельный, За шмотками базарный батальон. Деньги... Деньги — это конкуренция. Конкуренция — это борьба. Надпись на могиле конкурента. Ой, лежишь здесь ты, Стоим здесь мы. Стоял бы ты, Лежали бы мы. А на канарах я и моя Маша Волна качает белый пароход. Я пароход купил в подарок Маше, Он никуда в веснах не уплывет. Ой, Маша тоник наливает, И взор ее так много обещает. А на канарах лучше, чем на нарах, А если нет, отвечу за базар. Оба-на! Кстати, географическая загадка. У Клары — Далары. У Тамарки — Дойчмарки. У Таньки — Франки. У Ани — Юани. У Светы — Песеты. У Иры — Лиры. У Илоны — Кроны. У Лены — Гульдены. У Лары — Динары. Вопрос. С ребятами из каких стран дружат девушки? Да, девушки тоже крутятся И демонстрируют гибкую систему скидок. С себя всего в рекордно короткое время. Самая умная выучила язык, Да училась ходить от бедра, Закачала в грудь силикон, Вторую забетонировала И за короткое время сделала мужем миллионером. Хотя еще год назад он был миллиардером. Но в основном наша даба на свой каприз Получает простой ответ. Зачем тебе новые сапоги? Ты еще коньки не сносила. Увезу тебя в пустыню, Увезу к большим пескам. Эту самую пустыню брошу я к твоим ногам. По случающему бархану Мы пойдем на край земли. Напряженка там с дровами, А с лесом там хорошо. Мы приедем при грохочем, Запорожцем на красе-то, И с канистрами ворвемся Прямо в тылую зарю. Эй, эй! Ты узнаешь, что в пустыне Ни воды, ни денег нету, Ни хрена там в общем нету. Я тебе ее дарю. И так денег не хватает. Это с одной стороны. А с другой стороны, Все мы хорошо знаем, Где их взять. Да. Он наш поет в куплет безвестный, И вино течет рекой. Ран приехал наш чудесный, Я-я-спонсор дорогой. Спонсор, 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 спонсор. Дай, 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 дай. Дай, 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 дай. Дай, 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 дай. Дай, 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 дай. Ну дай. Короче, по стране ходят деньги, Но мы никак не встретимся. Я люблю вас, деньги! Деньги! Они молчат, они любят другого. Короче, вот вам совет. У кого нет денег, Пойди в страну дураков, найди поле чудес, передай привет Якубовичу, потом вырой ямку, скажи брекс-фекс-фекс и ложись туда сам. Потому что денег никогда не хватает. Потому что счастье не в деньгах. Пора-пора-порадуешься на своем веку, сидели три медведя на тоненьком суку. Пока-пока-покачивая фигами в кармана, чоп-почоп-очесывая пальцами в затылке, А зрестивая дырочкой в боку, мерси боку, кукарику, фелик-фитаку. А, подследственный. Угу. Присаживайтесь. Спасибо. Еще на сизусь. Вот дело ваше изучаю. Угу. Ну, рассказывайте, как все было. А как было? Обыкновенно было, как было. Присыл поехать на датю. Да? Да. Ну? Захожу в автобус. Прямо передо мной сидит женщина. На руках у нее такая, такая большая, такая косолка. И вот эта женщина открывает косолку. Достает оттуда сумочку. Закрывает косолку. Открывает сумочку. Достает оттуда косолек. Закрывает сумочку. Открывает косолку. Кладет туда сумочку. Кладет туда сумочку. Закрывает косолку. Открывает косолку. Открывает косолку. Открывает косолку. Закрывает косолку. Открывает сумочку. Кладёт туда косырёк, закрывает сумочку, открывает косолку, кладёт сумочку, закрывает косолку. Всё? Нет! Через какое-то время ей говорят, Зенсина, возьмите вас в билет. И вот это Зенсина. Открывает косолку, достаёт сумочку, закрывает косолку, открывает сумочку, достаёт косолёк, закрывает косолку, кладёт сумочку, закрывает косолку, кладёт сумочку, закрывает косолёк, кладёт туда билет, закрывает косолёк, открывает косолку, достаёт сумочку, закрывает косолёк, закрывает косолёк, закрывает косолку, кладёт сумочку, закрывает косолку. Теперь всё? Нет! Еще через какое-то время ей говорят, женщина, возьмите сдачу. И вот эта женщина Открывает косолку Остаёт сумочку Закрывает косолку Открывает косолёк Закрывает косолку Кладёт сумочку Открывает косолёк Кладёт туда сдачу Закрывает косолёк Закрывает косолку Закрывает косолку Закрывает косолку Закрывает косолку Закрывает косолку Всё! Нет! Здесь нафиг есть какое-то время Ходит контролёр и вот эта женщина дает его билет Все! Нет, женщина, это не тот билет. Хватит, хватит! Да ее за это убить мало. Ну так я ее и убил. Молодец! Правильно сделал! Свободен! Свободен! Ночь. На улице заморозки. В подъезде отморозки. В городе Ной. Никого нет. И ночью один мужик палкой по ракушке. Леха, выходи! Выходи, Леха! Чего ты не смеешься? У него... Он выступал, он выступал, два дома слушали. Он как этот. А в шоу-бизнесе, если номер проходит, надо добивать. Убойный номер. Он тебе сказал. Леха, выходи! Я не говорил во сколько, а? Не говорил? Ну в этом номер без. И за тебе забыл. С полвторого ночи до восьми, понимаешь? Палкает по макушке прямо. Правильно, мать, одна слушает. Не по макушке, а по ракушке. А этим все равно, что по макушке, что по ракушке. Мать, а во сколько он, не помнишь? С полтретьей, да? С полторого. С полторого, правильно. Полчаса разница, про ракушку. Леха, выходи! Ну и там, конечно, позвонили... Милицию. Милицию, представляешь, да? Милиция, там сразу автоответчик. Мы очень рады, что у вас нашелся повод позвонить в УВД города Москвы. Если вас убивают, наберите цифру 1. Грабят, насилуют 2. Закапывают, заказывают 3. Если вы хотите сами кого-то послать, нажмите 4. Если вас посылают на, нажмите 5. Если вас посылают к, нажмите 6. Если вас посылают в, временно не обслуживается. ВИП-обслуживание. Звездочка. Вызов генерала-лейтенанта. Две звездочки. Если вы хотите сами дать показания, нажмите решетку. Для нас ваш звонок совершенно бесплатный, поэтому нафиг нам нужен. Представляете, да? Милиция, обстановку. Обстановку тебе показывают. Милиция. Тут у него стол. На столе карта города. На карте города план операции. На план операции поставлено... Какая бутылка? На план операции поставлена честь милиции. Я ничего не забыл. Здесь гранаты, здесь пулеметы, здесь дудки. Правильно, правильно. Вот ты опять молчишь. Откуда у минков дудки? У них свистки. Ты слушай, что я говорю, а не спи. Понял? Тут свистки, тут пулеметы, тут гранаты, тут план операции. А они заняты? Они все время снимаются? Сверху. Сверху честь милиции. А сидит менталитет? Ты в милиции с вами был? Нет. Я помню, двое тебе вводят по коридору налево. А дальше? А вот дальше никто не помнит. Дальше никто кого-то спрашивал, не помнит. А ты не знаешь, там милиции наручники с собой брать или там? Там дают. А сидит менталитет. Они заняты, ребята. Они все время снимаются. Значит, это Каменская 1, Каменская 2, Бандитский Петербург, Убойные силы. Они все заняты, понимаешь? Еще на них повесили еще это, порядок в городе наводить. Причем преступность уже как-то организована, правильно? Там порядок как... Но остается беспорядочная стрельба на улице. И теперь беспорядочная стрельба на улице без глушителя. Сейчас вообще штраф. Сейчас точно будет штраф. А если ты еще из крупнокалиберного и оружие прям бросил, куда ты не в урну, а тут? Вообще. До трех минимальных окладов. Ты бы убавил. Значит, повторяем. Стол, на столе карта, на карте план операции. На план операции поставлены... Часть. Часть. И тут звонок. И мне нравится. У нас тут один мужик не спит. Другого просит. Это не к нам. У нас третье отделение. Это второе. Терапевтическое. От бессонницы. Это не к нам. А что там? Грабят. Убивают. Нет. А что тогда мы поедем? А с другой стороны, не грабят, не убивают. А что мне поехать? Ребята, у меня к вам вопрос. Вот обстановку вам нарисовал. Поедут они, менты, на вызов или нет? Нет. Поехали. О, одни говорят, нет, а другие поедут. И те, и другие неправы. Потому что милиция прямо в этом же дворе. Им только выглянуть надо, они и этого не делают.